Метр за метром на улице Мичурина формируется новое асфальтовое полотно. Старые покрытия уже сняли. Сегодня ночью приступили к укладке нижнего уравнивающего слоя. Ночью работы идут на дороге, чтобы не создавать помех для движений транспорта. Ремонт внедорожных объектов будет проводиться днем. На данный момент укладывается асфальтный пирог. Это нижний слой крупнозернистого пористого асфальта. Получается слой 6 сантиметров. Но асфальт надо укладывать при температуре 180 градусов, укладывается данная парка асфальта. Работа проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О том, что участок нуждается в ремонте, были предписания ГИБДД. Местный житель Сеева Петросян рассказывает, что и горожане не раз обращались в администрацию с просьбой привести дорогу в порядок. Большая необходимость. Здесь много аварийной ситуации было из-за именно ям. Они объезжали друг друга и создавалась аварийная ситуация. Часто очень. Ну вот, на сколько? А сейчас вы довольны, что делаете? Очень. Не то слово. Каждый день я ищу. Ремонт проводится на участке 2 километра 200 метров от проезда Масленникова до улицы Чкалова. Это комплексные работы. Они выполняются не только на проезжей части. Обновляется все от фасада до фасада. В рамках данного ремонта планируется выполнить ремонт покрытия проезжей части на общей площади порядка 36 тысяч квадратных метров. Также будут меняться бортовые камни. Выполнится ремонт газонов, тротуаров и, месторедственно, люков, смотровых и дождеприемных колодцев. Люки на дороге сначала закатывают в асфальт, затем вырезают по окружности и поднимают на уровень дорожного полотна. Асфальт на тротуарах заменят на современную высокопрочную плитку. Местами будет обновлен бордюрный камень и разбиты газоны. Таким же образом в Самаре в этом сезоне комплексно будут отремонтированы еще 5 дорог. 42 участка планируется отремонтировать по технологии большими картами. Три объекта делают по программе «Улица Победы». Олег Зверев, Василий Калдашов. События.